В Люберцах отметили последний день Масленицы. В этом году проводы зимы прошли без сожжения чучела, но традиционные праздничные угощения и спортивные состязания никто не отменял. Как все прошло, расскажет наш корреспондент. Нужно обязательно добавить масло, муку, воду, яйца и, конечно же, чуть-чуть любви. Тогда блин точно не будет комом. Руководство с этими простыми правилами Людмила Герасимова готовит главное праздничное блюдо. Проводы Масленицы – самое время печь блины и угощать ими всех желающих. Поздравляю всех с Масленицей, всем счастья, любви и добра. В последний день Масленицы в парке Наташицкие пруды можно было ответить не только традиционные угощения, но и подкрепиться полевой кашей. Помогать в раздаче блюда вызвались будущие повара – студенты техникума имени Гагарина. Пожелаю счастья, улыбок побольше, чтобы не было плохих моментов. Ну, конечно, не будут, но чтобы так сильно не унывали, потому что все плохое проходит, а хорошее всегда остается хорошим. Приходите к нам, пробуйте нашу кашу. Поели – пора сжигать калории. На другом участке парка забег ладушки о ладушке. Но поучаствовать в нем могли только самые маленькие гости – дети от 5 до 7 лет. Длина составила порядка 500 метров. Все детишки пробежали его. Каждый на финише из них получил медаль памятную в стилистике. Я хочу еще сказать, что этот забег прошел по всей Московской области. Одновременно старт дан был в 11.00. Последний день Масленицы – это не только проводы зимы, веселые игры и забавы. В завершении праздничной недели принято просить друг у друга прощения перед Великим постом. Сегодня большой праздник, прощенный в воскресенье. Я хотела бы попросить прощения у друзей и приятелей, кого я могла обидеть. Простите, пожалуйста. Всем добра и тепла.